Сустреча с керавницей Гомельского Аблова Конкама на протоколе между всем неподобное. Уже у литеральной спеших пилин, размога и деп, шляхах активизации двухбокового супрацовництва, Любовское воеводство и Гомельская область, отповедное погоднение, подписались еще в 2007 году и за минулый час поспели обменяться неколькими делегациями. Разом с ним сегодня можно сказать о реальности поглубления этих контактов, при том, что працовники бизнеса у воглю повинны працовать напрямую, а по поширению супрацовництва, размога и подчас доведывания свободно-экономичной зоны. Зараз у света наличивается около 11 тысяч таких зон, и задача гомельчан – пропоновать саправды выгодные умовы. Польских бизнесменов текают истнуючие льготы, гаранты обороны инвестиций, максимальности поставок, вырубленной у Беларуси продукции, у иншей краины. Мы находимся 50 километров от границы с Украиной, 50 километров от границы с Россией. Затем у нас на территории свободно-экономической зоны имеются свободные производственные складские помещения. Незадействованные – это бывшие предприятия оборонного значения и другие предприятия. Поэтому можно в кратчайший срок прийти к нам в свободно-экономическую зону и начать производство. Ну и третье – это льготы, которые здесь предоставляются – налоговые, таможенные преференции. Нельзя казать, что польский капитал на гомельчане не проставлены у вогули, а ли и вельми значимым гэтае проставництва назвать так само нельзя. Ваховяк плюс у Будокошалёвском районе, что займается живёлагодовлей и плануя открыть властную перепрацовку, протяглый час был бодай одинным прикладом, об яким казали на всех узровнях. У минулом годе почалась реализация ящерного значного проекта, основный накерунок тут – вытворчись мэбли. Самый великий инвестпроект, который сейчас реализуется на гомельчане с уделом польского капитала, предприемство «Долком-40». В свободной экономичной зоне оно зарегистровано в мае минулого года. Предприемство разместилось на мае 55 тысяч квадратных метров былого завода пусковых руковиков. Плануемый объём инвестиций по этому проекте – больше 27 миллионов долларов. Подчас приезду делегации любыхского воеводства на предприемстве не только рассказывают об планах, а и демонстрируют то, что уже сделано. Зараз завершается монтаж швейного апсалевания. Уже в наступном месяце почнется вытворчись шахлов для мэбли. Выпуск основной продукции плануется почать в середине наступного года. По кольу штат залечено 40 працующих, а леохотка – это лечеба поэлечится у разы. Время подсказывает, и бизнес меняется так быстро, что на сегодняшний день машины входят какие-то новые в жизнь, правда, технологические линии. Поэтому мы планируем 600-800 человек. Олег Сентюров, Валерий Капанько, далее рада компания «Гомель».